на стрим нас к 2 тв зайду тут тоже поменяю кое-что съемочек скинуть ну что ж там на стрим тебе ссылочку скинуть да все равно же у вас там какая-то команда есть да ну да как бы я сейчас вроде как да есть команда у меня сегодня как раз поэтому надо немножко поторопиться чтобы успеть все так ну давай наверное начнем сначала с того что посмотрим реплеи твои которые ты мне скинул то есть насколько я понимаю те которые я там проиграл люди которые первые как-то больше нет смысла рассматривать ну давай посмотрим то есть у тебя с пвп насколько я понимаю тут протасов не вижу против тебя то есть сейчас было по никаких врагов хотя нет у тебя по-любому есть проблемы с пвп что я говорю так ну давай для начала посмотрим вот первый рикплей ты как бы сам то можешь открыть его чтобы мы начали с тобой с нуля на скорость x2 облачное королевство там пвз так сейчас рв5 да зерна 24 минуты 226 секунд она нет облачное королевство рв3 рв3 а рв3 да нашел да вот сейчас секундочку потом я тут повторю я их не удаляю я чищу периодически так рв5 а кто там и как название этого игрока кто играется на этом акт окажется вы что сейчас секунду хорошо левом случае я жду страна но не могу удалить сейчас я туда это сооружу потому что оно видно мне удалилось ну тогда это как его достали скопирую просто ну да 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 это папочка а тут он и есть тогда назови его как нибудь 1 2 3 чтобы они выделялись и поднялись наверх и и и ну мне в парке есть а вот его не показывают но перенеси тогда из той папки какую другую эти три которые ты мне дал засунь туда сейчас и и об А, я теперь понял. Он просто и кидает другую папку. Десять его игр. Понятно. Все, нашел. Отлично. Ну что, загружай? Загружай, да. У вас прикольный сайт. Я такой видел. Или это ты на каком-то сайте просто зарегистрировался? Что еще раз? Вот этот сайт, который ты мне скинул ссылку, это твой сайт или ты просто там зарегистрировался? Это СК2ТВ. Это СК2ТВ. Сейчас вот то, что я тебе скинул. Это СК2ТВ. Это ссылка на мой стрим. Там просто у тебя свой стрим, да? Да, там просто стрим поднимаю. Ну, чтобы больше людей было. Популярный Портал. Ну, поэтому там запускаем. Ну что, загрузилось? Ну, то загрузилось. Так, ну давай тогда на 0.0. И скорость X2 будет. Просмотр. Хорошо. Сейчас все очень тишко. Все, я включил. Так, ты включил. Хорошо, ладно. Так, ты как-то... А, я понял, как ты развел рабов? Ну, ладно. Ну, я прочитал на этом. Можно зажимать кнопочку и по отдельности каждого, да? Разводить. Вау, ну я так прикинул по времени, что если 3,3 разводить, то одинаково получается. Ну, это так. Мне, честно говоря, я не сильно в этом вижу профит какой-либо. Это уже так. Немножко понты. Так, ну вот первое, что я вижу, это то, что ты ставишь пилон, так забавно, да? И уезжаешь домой. То есть, ты не едешь к зергу и ты абсолютно отметаешь возможность фаст пула. То есть, ты убрал пробку и ты вот сейчас едешь и ставишь форжу. Тоже, зачем прямо сейчас ставить форжу, это немножко, как сказать, для меня непонятно. Потому что ты сейчас вот играешь и действуешь просто вслепую в данном случае. Ну да, это главная ошибка. А то у меня с разведкой проблемы. То есть, тут такая... Я просто делаю в том, что плохо знаю зерга, поэтому я не могу разбираться. Вот это 6 пул, 8 пул. Я не понимаю это, поэтому я его не разведаю. Я с ним играю обычно, устрою две базы, защищаю ее одной фотонкой и строю зерга. Ну, могу еще играть, я прочитал на форуме, 4 гейта, когда нападаешь зелотами и строишь на его базе пилон и рушить. То есть, 4 варп гейта получишь. Да, ну, зерг тоже тролит невообразимую. Добываю 50 всего ваза и все. А потом всех рабочих возвращаю на минералы. Я понял. Это вот этот игрок, Руррек, я у него на форуме просчитал. Ну, думаю, так и получалось. Нет, ну, это на самом деле очень такая простая стратегия. Да, есть гораздо более эффективные, которым я думаю, ну, я вот сейчас просто хочу посмотреть механически и сказать тебе вот именно твои такие ошибки основные. Основные, да. Потом я как бы сяду, наверное, и сыграю игру, чтобы показать и объяснить, что и почему я конкретно делаю. То есть, в данном случае и при какой ситуации. То есть, вот сейчас ты вроде как бы поставил экспант, но здесь такая карта, понимаешь? То есть, вот как сказать, карта, да, и вот здесь проход закрывается тремя зданиями по три клетки. То есть, это как гейт, кибернетка и форжа. То есть, ими закроются плотно очень. Но смысла как бы их все делать, то есть, ты в любом случае делаешь, чтобы оставался проход, делаешь форжу и там гейт, к примеру, и пилон. И у тебя остается проход в одну клетку какого-то юнита. Ставишь туда азилота на холл, и все, как бы у тебя никаких проблем нету с этим. А так вот, если подумать, то есть, как сказать, с форжи тоже не обязательно начинать далеко. То есть, просто выезжаем, сразу после пилона едем на скаут. Смотрим, если у зерга фастфул, как бы, ты успеваешь ставить форжу, она построится к тому времени, когда прибегут собаки быстро. И как бы, я тебе просто покажу последовательность действий, которые нужно выполнить, чтобы от этого отбиться. Ну, здесь я даже понимаю, что это просто эта масса, она прибежала и сгрызла тебя без каких-либо бейлингов там и прочего. То есть, это как бы вред. И у тебя получается так, что у тебя к 8.50 абсолютно ничего нету. То есть, у тебя выходят эти сентрики, но сентрики это не то. Ну, ты как бы, и ты как бы ничего не знаешь о зерге. То есть, ты заперся и сидишь. Он может тебе здесь где-то нидус поставить, у тебя как бы разведки нету на мейне. Он тебе может там еще что-нибудь воткнуть. Так. Ну, в принципе, мне с этим понятно. Тут тебя просто съели, ты закрывался дальше, а он продолжал тебя есть. Можно было просто на его месте добавить бейлингов и взорвать все это дело. Но он, я смотрю, тут все-таки просто сгрызл. Да, ну, думаю, тут все с этим. Так, ну, я видел два реплея ПВЗ и один ПВТ, кажется. Так, вот, второй. Что, значит, барри, барри плеер? М? Как ты сказал, барри плеер? В смысле, барри плеер? Ну, ты какое-то слово сказал, я и попрос не знаю значение. Бейлинг Нест? Ага, да, что это такое? А, бейлинг, это вот эти, которые... Бейлинги, это зеленые такие, катающиеся робочные, зерги веселые, которые взрываются. И обычно как бы пушат ими. То есть, я удивлен, но как бы у тебя лига невысокая. Ну да, это просто серебриная лига, поэтому у меня пушили так тоже. Я один раз закрылся, а мне этими бейлингами прибежали всю стенку сразу. Ну да, это тоже веселая особенность. Ну, давай вот сейчас откроем второй реплей, который на карте Рассвет РВ 3. Там ты тоже против зерга. Давай его посмотрим тоже. Тоже начнем с нуля на скорости Х2. Значит, какой там Рассвет РВ? Рассвет РВ 3. Да, Рассвет РВ 3. Скорость Х2. Все, я готов. Я тоже даже... Так, у меня загрузилось. Так, ну давай нажимай на старт. На старт со скоростью было нажал. Да, отлично. Так, ну вот здесь вот так не сделаешь, как на предыдущей карте. Потому что здесь проход, вот именно на натурале, он гораздо более широкий. Поэтому надо начинать лучше с поржи. Потому что если побегут, то как бы... Есть такие варианты, когда ты успеваешь перекрыться тремя зданиями. Но вот с широким более проходом, ты как бы не успеешь. И вот на будущее я скажу, пилон вот так вот прямо лучше в стенку не ставить, вот близко к проходу. Потому что бейлинг баст или рачи взрывается и пробегается. А за ним ничего не перекроешь. Поэтому лучше первый пилон как бы сделать ниже, и чтобы он радиусом перекрывал этот проход. А вот второй уже можно там добавлять в стенку. Ну, желательно не ближе к проходу. Потому что я говорю, как бы, входят бейлинги, и как бы за ними собаки. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот самый главный вопрос для меня, такие основы. Давай я спрошу. Вот, смотри, после первого пилона мне обязательно нужно отправлять рабочего на разведку, правильно? Да. Слушай, а если это зерк, как определяешь, что он делает быстро собачек? Быстро собачек? Ну, вот ты сначала, когда приедешь, ты увидишь пул. То есть, быстрый пул, он как бы будет готов уже, как сказать. А что значит пул? Это вот эта зеленая штучка? Пул это спаудинг пул. Он же это, омут рождения, называющийся у зергов на русском языке. Вот ты его увидишь, и ты, когда приедешь на 9-й разведке, ты его увидишь уже в таком, хорошем, таком, где-то рыжем состоянии. То есть, он уже прилично будет строиться, если вообще не будет готов. То есть, это в зависимости от длительности карты, от длины карты. И то есть, как бы будет понятно, что это фаст пул. Как можно установить, сколько это, как бы, точнее, какой это пул? То есть, к примеру, может быть так то, что можно пересчитать узер-го рабов. То есть, так на глазок. Ты приезжаешь и видишь там, ну, у него 6 рабочих качают. Значит, он 7 сделал всего, и седьмым заехал и поставил этот пул. Значит, 7 пул где-то собачки выбегут на... Сейчас скажу, где-то они выбегут на 2.15, где-то 2.00, 2.15. То есть, это будут очень быстрые собачки, и они уже побегут к тебе. То есть, что ты должен делать, если ты, как бы, понимаешь, что там, ну, не 10 пул, не 12. То есть, не такой, не ранний, то, что если там супер ранний пул. То есть, 7, 8, 6. Нужно просто, как бы, ставить форжу на натурале, то есть, в стеночку. И дома пилон, и дома уже отстраиваться. То есть, по тоночку в рабах, там, гейт, газ. И развиваться, как с одной базы просто. Потому что ты ничего не сделаешь в таком случае. А если там, как сказать, если там какой-то более поздний пул, то есть, там, 9, 10, ты успеваешь перекрываться вполне. Ну, на менее широкой рампе. Ты вполне успеваешь перекрыться и отбиться спокойно. А уже только потом ставишь Nexus. Если он, конечно, вдруг прогрызет дырку в стене, то ты можешь вывести рабочих и, как бы, ими немножко подраться. Там, вот, именно в проходе. Если понимаешь, что он ее сгрызет, и фотолка не достроится вовремя. А я еще посмотрел повторы, тоже, там, этих игроков топовых. Они вот сбоку, бывает, застраивают. Вот где газ, перед газом. Перед газом, да. Да, вот я в последнее время так тоже начал делать. Не как вот на этом повторе. Ну, вот на этом повторе исключительно неправильная стенка. То есть, стенка вообще рассчитана от чего? Она рассчитана от того, чтобы не работала Роочи линговая агрессия. И то есть, чтобы Бейлинги не работали. Смысл в чем? У Роочи дальность атаки 4. У Фатонки, как ты можешь заметить, она 7. То есть, мы ставим Фатонку, ставим ее за гейт. То есть, за 3 клетки мы ее прячем. И при этом, эта Фатонка будет достреливать до Роча. Ну, то есть, Рочи в своей массе не смогут, как бы, к ней это подойти. Они будут тупить слегка. Про Сатонки я вообще не говорю. Они ее, как бы, не грызут. А вот здесь вот Фатонки, они выставлены прямо, забирай меня и проходи дальше. То есть, это вот так, если говорить, это совсем неправильно. То есть, и тут я вижу то, что зерк идет с двух бас в достаточно быструю муту. Что-то я тут снизил скорость сильную. Я сейчас вообще на 7 минут сижу. Потому что сижу и рассказываю. Вот у тебя идет плюс 1. Я сейчас переключусь тоже на 7 минуту. Да. Вот у тебя идет плюс 1. И у тебя плюс 1 тайминг сильно отличается от тайминга достройки варп гейтов. То есть, если ты планируешь какую-то свою агрессию, привязанную в плюс 1, они должны заканчиваться либо совсем ровненько, либо почти ровненько. А что значит плюс 1, агрессия в плюс 1? Ну, то есть, к примеру, подпушить 4 гейтов с плюс 1, чтобы нарезать собак зергу без проблем. Или там просто all-ins с плюс 1, там 8 гейтов. То есть, ты привязываешь, и у тебя строится и то, и другое, они расстраиваются вовремя. Ну, здесь просто, я вижу, ты просто грейды строишь. Пошел твилайт. Мута. Так, я себя слышу. Погоди. У тебя стрим выключен? Стрим? Да. Сейчас скажу. Нет, включен. А, наверное, по этому второму... Да, выключу, пожалуйста, а то я себя слышу. Ага, я понял. Выключил. Да, отлично. Так, и, собственно говоря, досматриваем, вот, смотрим твой реплей, вот он делает муталисков. То есть, ты абсолютно, вот ты так вышел, то, что ты абсолютно о нем ничего не знаешь. Но у тебя уже как бы стоят фотонки. Что ты видел? Ты вообще не видел ничего. Вот у тебя пошел только зелот в разведку. Так, ну это совсем неправильно, если учесть то, что это 10-ая минута. Так, ну ладно. 4 гейта. Твилайт у тебя просто для грейдов. Тут в таком случае, вот если ты понимаешь, что там муталиски, нужно заказывать блинк. И с блинком отбиваться и параллельно выходить в третью. Потому что просто сталкеры, это как бы такая... Ты в жизни не отобьешься. Так, ну вот, ты как-то здесь прогоняешь эту муту, но зерк в это время, нормальный зерк в это время очень сильно отхамится. А этот переходит врачей. То есть, он не раскачивает экономику, он переходит врачей, делает закопку, плюс 2 там. И мута такая подстроечная, развлекательная. То есть, он её больше строить не будет. Так, ну ладно. Смотрим дальше. А ты фотонки втыкаешь везде, по 4 штуки. То есть, ты не знаешь, что происходит дальше. Это вот минус такой большой. Плюс ты забыл заказывать игры дальше. Построил твилайт. То есть, не блинк у него. Вот плюс 1 только пошёл. Ага. Залетают мута талиски. Какой апгрейд надо делать первый? Первый на атаку, да, если на зерк? Если ты играешь против зерка, то надо делать апгрейды на атаку, естественно, и делать на щелды. Объясню. Щелды, то есть, зергам, когда выходишь у макро, в общем, щиты действуют и на воздух, и на землю, и на здание. То есть, это универсальный грейд, который тебе поможет и там, и там, и там. То есть, это как половина армора. То есть, ты перейдёшь, и у тебя сразу будет плюс 3 там на атаку, к примеру, если ты его делаешь активно. Если ты свечешься, там, земли, воздух, это же хорошо. Поэтому, как бы, я пропагандирую делать щиты в ПВЗ и ПВП, а вот в ПВТ делать лучше армор, если что. А что значит ПВЗ и ПВТ? ПВЗ это Протас против Зерга, ПВТ это Протас против Терана, ПВП, Протас против Протаса. Так, ну ладно, вот, врачи вышли, у него врачи мута, то есть, это всё разбирается без проблем, блин, сталкерами. Но тебя здесь очень мало, и ты начал, перешёл в Фениксов, то есть, это вообще бедно. Там Брудлорда, а ты Фениксов строишь. То есть, это, как говорится, это, точнее, говорит вообще о твоём незнании того, что происходит на базе его оппонента. Ну вот, видел ты там макрохату, можно было догадаться, что всё-таки врачи как-то идут. Ну ладно. Я почему-то до сих пор себя слышу, и, наверное, я тебе перезвоню сейчас, всё-таки. Потому что, в принципе, я понял с этим реплеем, что тут. Так. Так. Так, тут вообще кто-то есть, ребятки? Какая у нас тут небольшие технические неполадочки. Совсем чуть-чуть. Алло? Алло, повис, как, что-то, повис. Понятно. Понятно, так. Ну, в принципе, я реплей посмотрел с этим, мне более или менее всё понятно. Так. Ну и потом мы с ним воевали, воевали, у меня уже было три базы, базы. И он потом по итогу мне выиграл, у меня закончились ресурсы. Ну, это всё так, это достаточно, мне не очень понравилось. Поэтому я открою третий реплей, который с Тереном у тебя. Ты мне скинул. Там тоже, кажется, рассвет. Да, рассвет РВ. Так, рассвет РВ какой? Обычный, просто там ничего не написано, рассвет РВ было. А кто противник? Джоханссон как-то так. Ага, сейчас найду. Тереном. Тереном. Продолжение следует... Все, нашел. Да, давай. В общем, тоже X2 и X0. Как загрузиться, скажи, я запущу у себя. Все, загрузилось, можно запускать. Давай запускаем тогда. Так, ну вот. Мне хорошо слышно? Да, 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 хорошо. А вот это Дюхан-сан, кстати, с первой лиги тоже. С первой лиги? Только 2 на 2, да. А 1 на 1 у него золотая. Ну, смотрим. Вот он начинает делать стеночку. Сапплай ставит, по крайней мере, и в стенку. Так, пошел барак тоже в стенку. Вот по поводу барака. То есть, самое позднее, когда можно выехать против террона, это после гейта. То есть, после 13-го гейта, когда ты выходишь с аэш-гейта и едешь на разведку. Что мы приезжаем, что мы должны увидеть у террона на базе? Мы должны увидеть наличие газа или нет. Есть он или нет. Газ должен быть поставлен по дефолту на 13-й. Как сказать, на 13-м лимите у террона. То есть, мы приезжаем, увидели, как приехали после этого. Увидели, газа нет, уехали. Иначе он нас просто закроет. Уезжаем и начинаем кататься. И смотрим, экспант там будет. Или он как-то с ним помедлит, там закроется, будет тебя прогонять и прочее. В общем, если он так юлит, то лучше как бы не ставить экспант, а в твоем случае открыться через 3 гейта. То есть, через 3 гейта выйти в экспант. Объясню почему. Там может быть вполне агрессия через масс морпехов. То есть, когда террон ставит 4-5 бараков с одной базы. А может он их влепить и прокси. Вполне себе. И то есть, если это какая-то будет такая агрессия, то надежнее сыграть так. В данном случае. Добавив плюс 2 гейта и выйдя через 3 гейта в экспант. Ну вот, ты ставишь сейчас гейт эксп. Начинаешь, добавляешь 1 гейт, 2 гейт. Отлично. Пришел сталкер. То есть, зела ты не делаешь. Тоже хорошо. Вот, у тебя тут сталкеры. Сейчас. А что-то соперник-то совсем рак. У него 1 морпех, и бункера даже нет. Видай ему тут. Вот он, наконец-таки, ставит бункер. Наглый террор. Ну ладно. У тебя экспант как бы только-только заработал. И вот зачем-то ты как бы добавил 4 гейта. Ты как бы с раскачивающейся экономикой просто столько не прокормишь. И сталкеры тебе как бы нужны меньше в данном случае. Потому что поставь на паузу, пожалуйста, я кое-что разъясню. Поставил. Так, вот смотри. Что сейчас может быть от террона? Во-первых, как бы сталкера лучше оставлять вот на зелнаге, который стоит ближе к его базе. Почему? Потому что он после выхода в экспант, то есть барак ццера, может спокойно влепить 5 бараков и пойти к тебе мариками. Поэтому нужно оставлять одного-двух сталкеров на зелнаге, чтобы без проблем как бы его немножко подержать. То есть у сталкера же рейндж больше и вполне получается, что можно помиклить. То есть мы можем некоторое время придержать этих мариков, которые могут вполне себе выйти. Террены просто часто так играют. То есть оставить двух сталкеров вот здесь вот на зелнаге, которая вот стоит ближе к его базе. И смотреть. Если вдруг выход пойдет, то подварпливаем. И держим его сталкерами некоторое время. Во-вторых, вот у тебя роботикс достаточно поздний идет. То есть роботикс нужно оставить после того, как добавляешь 2 гейта. То есть и в-третьих, как бы одной из центрей на самом деле более чем хватит. Потому что если морпехи приедут, как бы, форсфилдите не помогут, тебе поможет гвардиан щит. То есть, который снизит урон морпехов. На сколько там? А, на 2. То есть у Марика урон 6, он будет стрелять 4. По тому же случаю мы делаем в ПВТ армор. То есть, чтобы у Марика был меньше урон. А так у него очень большой ДПС, но урон маленький. Просто стреляет часто. То есть, первая защита должна быть, если ты играешь через одну форжу ПВТ. Если ты играешь через 2 форжи, то как бы, естественно, заказываешь просто защиту и плюс 1 на атаку. Ну, потом Твилайт, 2-2 и 3-3 в дальнейшем. А если играешь через одну форжу, быструю достаточно, вот сейчас она уже должна пойти, вот 7.45 у меня сейчас на паузе стоит. Сейчас уже должна пойти форжа. То есть, что вот я сейчас смотрю из того, что у тебя есть на Мейне. Небольшой перебор по рабам. То есть, их максимум должно быть на минералах 18 штук. Потом, один лишний гейт, который тебе никак не нужен. Ты не подпушиваешь ничего, тебе 4 гейта не нужны. Ты сормишь, когда качаешь экономику и выходишь в технологии. Слушай, а как ты рабов проверяешь? Я просто отбираю всех, когда у меня все забиты линии, тогда я уже не делаю сномбазу. Нет. Писис, паспорт. 18 рабов, это 2 полоски и 2 на минералах. Это минералы. То есть, ты просто вот их подходишь, от одного газа протягиваешь рамочку до другого. Если зацепил от того, что на газу, его просто вычтишь. Ну, имя быструю операцию сделать себе чуть-чуть, погонять себя. И вот посмотреть. Да, 2 лишних. Просто, по идее, самое оптимальное 16, но разное бывает там. Что-нибудь какой-нибудь дробчик прилетит, чтобы меньше восстанавливать. И чтобы, если вдруг, как бы, ну, у рабов не идеальный интеллект, и если они вдруг это, как сказать, подтупят, их было кому подменить. Вот эти вот 2 раба для этого оставляются. И как бы, вот смотри, ты сейчас делаешь роботикс, и скорее всего ты будешь выходить в колоссов, да, насколько я понимаю, вот дальше. Если ты собираешься выходить в колоссов, то 2 газов тебе не хватит, чтобы делать и грейд, и колоссов, тебе нужно добавлять сразу третий газ. Вот даже при таком небольшом количестве рабов на натурале. То есть ты добавляешь третий газ, и туда 3 раба. Ну, как обычно, сразу. Так, ну давай тогда продолжим дальше смотреть, да. Вот у тебя сейчас застроится роботикс, и как минимум нужно сделать двух опсов из этого роботикса. Первый опс пойдет к нему на базу, смотреть тайминг старпорта, то есть чтобы знать, когда выползут медиваки. А второй опсервер, тут лучше повесить вот на то место, на место пустоты, где подлетать может медивак. То есть это, это вот как сказать, это на 12 часах, вот, так сказать, относительно карты. То есть на патруль его и вот так вот повесить, чтобы он летал туда-сюда и караулил дропы. А скажи, пожалуйста, если апгрейд делаешь на вот этот, на опсервер, он больше показывает территорию или нет? Он увеличивает скорость перелета опсервера. На территорию он показывает опсервер, да? Но летать он будет быстрее, соответственно, и больше посмотрит. Так, ну вот ты сейчас выходишь, и вот выходишь зря. У человека есть медиваки, у человека пара мародеров, есть морпехи и плюс один на атаку, у тебя только иммортал. То есть, конечно, ты здесь, по идее, должен разобрать, если нормально подерешься, но без колосса лезть вообще не стоит. А у тебя, как бы я и этого колосятника не вижу именно самого. То есть ты его не поставил. Так, ну ладно. Ну да, я тут начал строить эти имморталы. Они, как бы, в ПВТ не самые полезные юниты, они не хороши против танков или против ранних под пушей. Дальше мы с тобой разберем, как бы, все конкретно по каждому матчапу, то есть со всеми вариантами, какими могут быть самые популярные. Хорошо? То есть, думаю, начнем, наверное, лучше с ПВТ. Так, ну вот, смотрим, ты приходишь, кидаешь филды. Так, ну, разбираешь здесь. А, нет, не разбираешься. А, филды, это филды, это филды, силовые поля, которые кидают в центре. Ну, нет, ты его здесь не разбираешь, он отчинивается. Ну, ладно, это как бы, тут уже понятно, что ты почти отлетел. У человека три экспанда, у тебя технологий нету. И грейд, кстати, не заказан. Ну, ладно, в принципе, можно, наверное, отсюда уходить. Более или менее с этим все понятно. Да, я делаю голос, а он придет и не отдать. Да, уж. Эх, файлхлез. Не телочка здесь комментит. Так. А, не к ней, а у меня не женский. Так, ну ладно. Давай создадим сейчас какую-нибудь карту. Я тебя туда заброшу. То есть, чтобы ты обсом посидел, а сам сделаю какого-нибудь там компьютера, поставлю себе для избиения, чтобы просто показать и рассказать. Хорошо, ты не создашь, да? Да, я создаю сейчас. Ну, давай какой-нибудь дебрик же создадим. Тот же самый. Так. Вот. Принимай приглашение. Прием. Отлично. Взял спит. О, какой-нибудь такой компьютер. Просто, чтобы был. Если что. Так, ну я запускаю. Нет, тут вроде никого нету. Что-то отличнее показывает, сколько людей смотрит. Странно это. Ну ладно. Я немножко не понимаю, я вроде, у меня вроде нормально скорость игры давить. Нормально. Так, ну, танкера, танкера. А у меня клавиатура механическая, я просто жму, чтобы побыстрее заказать раба. Привычка такая, дурная. Перебирать клавиши. Ну, она выдержит, куда она денется. Интенсивно клацать пока даже нечего. А ты рабочий все время выделяешь, да? Просто клацаешь на него два раза. Там смотри, да? Я их выделяю быстро рамочкой. И всех или какую-то часть отдельную. То есть, чтобы посмотреть сколько. На самом деле. Ну, это так, просто немножко раскликиваюсь. А то второй бой за сегодня, так сказать. Вот, я сейчас заказываю гейт. Выбираю пробочку в бинт и еду к нему на базу. Посмотреть на базу мышкой и нажал на его карту. Да, как угодно. Просто я прыгаю на мини-карте, по идее, удобнее, чем мышкой перемещаться. Быстрее, по крайней мере. То есть, тыквой переместился. Да, перемещается через центральную кнопку мыши, да? Через центральную кнопку мыши. Ну, вот это, которая колесико, надо на нее нажимать? Нет. Ну, ты здесь и зажать колесико, оно, знаешь, как это. Лучше перемещается. Ой, нет, я таким не экспериментировал даже, честно говоря. Вот я приезжаю, что я вижу, застраивающийся барак. И то, что у него поздний газ. Но это мне ничего не говорит. Ну, давай представим, что там просто барак ЦЦ идет, да? То есть, я вот сейчас уезжаю. И как бы предположим, что здесь стенка, и меня вообще не пустили. То есть, я вот отъеду. А подскажи еще раз, барак ЦЦ, что значит ЦЦ? Барак ЦЦ, это барак командный центр. Так вот, я отъехал чуть-чуть. И сейчас вот как бы жду определенного времени. Вот предположим, что стенка есть у него все-таки. И он меня просто даже не пустил. То есть, его раб здесь день катается. Вот я подъезжаю, вижу там то, что ничего нет. И есть один морпех. Выходит там второй. Как бы отъезжаю и понимаю то, что там должно быть, скорее всего, ЦЦ. И он там выезжает рабом своим и ставит этот ЦЦ. Ладно, хорошо. То есть, дальше просто заказываю сталкера. И выхожу, ставлю экспант свой. То есть, подстраиваю рабов и как бы ничего не боясь, делаю сразу пилончик на натурале. То есть, вот такое вот. Можешь посмотреть радиус. Примерно такой вот должен быть в ПВЗ, как бы, чтобы он все охватил. Так, ну ладно. Вот сейчас выйдет сталкер. Все-таки закажу второго сталкера. То есть, нужно заказывать зелот, сталкер, сталкер центри. Как-то так. То есть, один сталкер, один зелот, один центри, да? То есть, у тебя должен быть... Это до того, как откроются гейты, да? Да. Вот я сейчас добавлю плюс два гейта от всевозможных его выходов. И у меня, в принципе, остается на центри, вот, как раз. И газ у меня, если что, то еще тоже есть. То есть, я прихожу тут. Ну, первым сталкером, предположим, реагирую, получаю люлей небольших, отхожу на зелнагу. Пробку уже эту могу оттуда забрать. И где-то сейчас уже должен по времени ставить рободикс. У меня как раз на него есть ресурсы. Вот мы его ставим. Качаем экономику себе спокойно. Более чем. Вот я вижу то, что у меня рабов на Мэнни, это уже все. Даже один лишний. Я его переведу. Это у меня будет в этом бинде. Это в этом бинде. Удобнее, если что будет на них среагировать, на этих сталкеров. И как раз открываются гейты. То есть, если ко мне что-то пойдет, я смогу подварпать сталкеров. И постепенно все это дело откаетесь. То есть, ну это при условии, опять же, если что-то идет. Но не идет, предположим, ничего. То есть, мне пока что нечего бояться. Я просто прохалявлю в данном случае. То есть, вот у меня появится роботикс. И первым, что я сделаю, закажу об сервера, который должен пойти и посмотреть тайминг факторки и таймер старпорта на его базе. Сейчас, возможно, будет небольшой supply-блок. Да, и он куда-то здесь собрался у нас. Господин хороший. Ну, ничего страшного. Подварпим взилов. Закажем еще одного пса. И еще одного пса. Слушай, а он закрылся там этой штукой, которая показывает. Это не страшно. Это компьютер, он немножко подтупливает. Даже предположим, что вот пришла сейчас вот такая чушь. Вот так вот просто сделаем. Жалко одного в сталкер, потерял. Да. И вот, в принципе, так как он не микрит, его без потерь тут. Естественно, ловлю supply-блоки. Естественно, не успеваю. С одной форже, поэтому сразу как бы провтыкал тайминг, поставлю две. Не страшно. Ух ты, туретки. Офигаси. И танки какие-то. Ну ладно, предположим, что там факта уже достроилась. Достроилась и на ней строится реактор. И в скором времени вылетят меди-вайки. То есть у меня заказывается колосс в это время. Без проблем. Ты сейчас потеряешь второго. Да я вижу как раз уже то, что я сейчас потеряю еще одного апса. А этот апс должен болтаться вот здесь вот, по идее. То есть я интересный, если ткну на мини-карте, тебе будет видно или нет? Ну, собственно говоря, я его сейчас на патруль поставил. Заказываем сразу два апгрейда. И, собственно говоря, карта такая, что можно не торопиться с выходом на третью. Потому что на третью выходить достаточно трудно. А можно получить некоторые технологии. Блин, болтаю, а втыкая так ужасно. У меня до сих пор даже газ не работает. И густов скопилась куча. А зачем ты эту кучу разбиваешь? Она тебе мешает, да? Так как я сейчас выхожу в колоссов, потом выйду в твилайт. И у меня небольшое, достаточное количество гейтов. То мне лучше разбить для зилов же. А сталкеры, как бы, как сказать, нужно еще держать по некоторое количество юнитов на мейне. То есть, желательно 4 сталкера и 2 зила, к примеру, или 1 зил. Как говорится, как получится. Чтобы, если вдруг пойдут дропшипы, да? Вот сейчас от него уже должен он где-то стоять под моей базой, по идее. Если от него пойдет выход, то я мог без проблем отбить этот дроп, который прилетит. Да, можно даже фотонку поставить одну. Где-то вот на таком уровне. Ну, ладно. В принципе, ну, предположим, он тут пришел и ушел. А у тебя тут перебор рабочий, да, на второй базе? На второй базе перебор, естественно. То есть, это даже невооруженным глазом заметно. Потому что на ней перебор. Но, я же говорю, я играю примерно, и меня сейчас как-то сильно это не заставляет наличие достаточно. Да, я их просто отклиню и переведу. Так как оппонент у нас тупой, да, и сразу выйдем в третью и четвертую. Лучше не втыкать с грейдами и не кидать бусты именно в них. И первым в таком случае нам сейчас нужен чардж. То есть, минимум сталкеров у нас есть, 5-6 штучек где-то, чтобы, если что, отмахиваться от викингов. Поэтому, просто переходим сейчас постепенно в шторм. Ставим вот это. И можно сделать вполне себе скорость апсам. Но это, по идее, у меня не должны были умереть апсы. Это, по идее, у меня 3 апса. Один где-то у него, там, близко к его мейну. Второй где-то у меня. Вот здесь висит около зелнаги. Да, ну и здесь мы сейчас его успешно заберем. Через заклик. Да, и 3 болтается вот здесь вот. И смотрит на дропы. Можно, к примеру, там, за место апса поставить пилон. Где-то вот в этой точке, вот там, где боксы стоят на 6-ти часах. Можно там просто поставить пилончик и сверху где-нибудь пробку засунуть там в тенек. Тоже будет вполне себе нормально. Ну вот у нас там плане, там достроилось. Достроился грейд. Хорошо сидим втыкаем. Так, ладно. Слушай, а ты просто много раз нажал, чтобы он тут туда ездил? Или это какое-то движение есть патрулировать? Это патрулировать, это shift патруль. И ты расставляешь точки. Ага. Да. То есть и как-то так. Как-то так живем. То есть это, по идее, это чтобы играть через роботикс с быстрыми колоссами. То есть с хорошим количеством быстрых колоссов. Нужно как-то играть так. То есть, ну естественно, нужно осмотреть по ситуации, где что добавить. Если человек сильно масит викингов, то надо как бы добавлять побольше сталкеров, чтобы от них отмахиваться, а то перефокусит. Еще вот лучше, когда он тебя поджимает, вот не стоять. Вот эта штука в центре вот есть. Там как сад мини такой, да? Вот там вот лучше тоже не стоять. И как по мне, так тут третья такая неудобная. То есть если выходить через чар, то лучше занимать центральную. Ну я думаю, что с мейной я могу войска забрать, потому что к такому времени он дропать наверняка не будет. А если что, я отобьюсь уже с подварпом. Без проблем. У тебя идет всего 6 гейтов, да? 6 гейтов и на третий я достроил чуть-чуть. То есть, естественно, у меня рабов немножко не хватает сейчас. Хотя где-то их не перебор, как мне кажется. Ну и вот с мейна уже можно забрать, чтобы он подольше покачал. Копятся ресурсы, естественно, я, потому что нифига не делаю толком. По идее, ничего не должно не оставаться, просто и уходить все в ноль. Ну и, наверное, можно пойти, выйти и его убить. Ну да, у него 42 лимита. Божественный игрок. Так, ну ладно. То есть, ну, предположим, что там нормальный соперник. И мы вот с грейдами 3-3 уже на него выходим к нему сами. Потому что мы, как говорится, кидаем бусты в грейды. Мы с ними, если не втыкаем, то у нас все лучше. И придем с 3-3, когда у него будет только 2-2. Как-то так. Ну и что здесь есть? А здесь нету абсолютно ничего. Да, и все это сейчас умрет. Тауры там всякие. Зачем ему реактор на старпортах? Он что, больше и строит? Либо бутылкрузеров вышел в судную базу. Ну ладно. Тут с ним все. Слушай, а вот еще такой вопрос. Ты почти все время играешь, что сразу ставить надо экспант. Нет, погоди, я там отвечу немножко. Пишут. Уроки бесплатные. Уроки я, как бы, ребят, обычно не даю. Просто тут решил, как бы, для себя и вообще для сайта записать уроки. Учитель играет в топ-25 мастер-лиги. Это так, если что, на всякий случай. А то мало ли, считаете, крафт там, ничему научить не может. Да, и теперь криво просто. А, говорят, тебя плоховато слышно? Как бы сделать? Да. Сейчас я подумаю, как бы сделать тебя погромче. Микша. Да нет, у меня скайп на максимум стоит. Ну как слышно? Ну, наверное, по идее, должно быть слегка получше. Уроки я записываю скорее для своей группы ВКонтакте. Да. Ну, давай сейчас попытаемся найти. Я сейчас кому-нибудь напишу, кто у меня здесь есть. И чтобы сыграть с нормальным игроком, все-таки... А вот я с теран. Можешь плыть, играть со мной. Чтобы я, если что, мог нормально тебе показать, как нужно играть с нормальным тираном, а не с манекеном, как говорится. Да, говорят, что неплохо было бы усиление микрофона у тебя на компе. Ну, сейчас я чуть ближе подвину. У меня звонок на телефон. Сейчас. 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 так все я вернулся если что человек я нашел но он пишет то что он освободиться когда играет лада сразу же как бы созидимся с игру да нормально сыграем ну и наверное давай я пока достану давай все что интересно спрашивает стараюсь ответить с какой матчат конкретно именно протос и зерк это смотря какая карта то есть в любом случае ты должен будешь разведать его и зерга чем быстрее разведаешь тем лучше в данном случае потому что зеркало но существо хитрое подлое бывает то что даже гмл и чизят оставить всякие шестые пулы поэтому ты приезжаешь смотришь нету фас пула выходим ставим экспант если есть слишком ранний пол то ставим форжу и отбиваемся на бене через фотонку там гейт и и дальше дальше то есть выходим потом ты должен у него увидите достраивающийся пул или достроенный пул то есть ты должен больше у него увидеть и малое количество рабов это как бы сверхбыстрый пул это так совсем вкратце если если пул попозже там 10 у него ты там увидишь экстра дронов так называемые которые заворачиваются в газы там потом выворачиваются обратно то есть он будет себе подстраивать как-то лимит заказывать собак и ну и естественно тоже пул будет достраиваться где-то на середине когда приедешь такой разведкой а если все стандартно ты к нему приедешь девятым скаутом и пула даже изначально не увидишь он его заложит только на 200 и на 200 еще нужно не допустить чтобы он влепил 15 хату себе потому что это для него будет плюс существенный это когда он ставит хатчери на натурале до пула нет он тогда просто получается экономические блага которые как бы просто так ему нельзя отдавать на самом деле у тирана смотрим газы до газы если газов нет вот смотрим уже на рабов если рабов так нормально плотно когда ты приехал штук 14 где то то все нормально а если меньше там штучек 10 да ну на взгляд же видно где реже где больше их то это скорее всего могут быть прокси бараки и нужно чекнуть вот эти вот места если что или увидеть экспант быстрый то есть делаем смотря так это смотрят тебя как ты хочешь то есть ты можешь удивить и сделать примеру 4 в гпс если ты знаешь что это такое что такое 4 варбей пуждаем ну давайте быстренько ему научу эта репка у тебя по-любому сохранится и займет всего лишь 55 минут 40 секунд давай совсем быстренько это сделаю крико и любую карту тут же дебрик создам поставлю против протаса как бы потому что против тассов он делается чаще всего как я отношусь потолка потолка смотря как пвт они бесполезны и именно чтобы за фото него человека это бесполезно он просто или улетит или бункер влепит если пвз то это как бы не рашить а в том плане то что примеру наказать зерби если ты поставил фаржу он вышел 15 х тут ему застраиваешь проход и ставишь парочку фотонок если пвп это когда у тебя идет обряд пвп надоело вот просто взять и влепить застроить 1 успокоиться нервишки привести в порядок и все так ну давай я сейчас один просто покажу те 4 вгп быстрый как он должен по идее делаться стандартно насколько возможно компьютер эксперты компьютеры они еще к сожалению такие как хоть и которые там подгонены по стратегии в которые люди играют они безумные он может мне здесь три гита поставить на мэйне сделать одного зелота и уйти такого не сильно хочется потому что у них логики 0 в общем смотри что мы делаем в 4 вгп то есть мы сейчас поставим 9 пилон и в пвп естественно нужно осмотреть будет свой мэй но осмотрим мы свой мэйн только после гита смотри пилон вот карта такая да да и брик и тут очень любят застраивать за минералами то есть мы что делаем мы оставляем здесь небольшой проходик да вот он в одну клетку за моим пилоном и сейчас увидишь я поставлю как бы какие-то кибернетку и человек в любом случае он не сможет тебя просто застроить сзади потому что вот здесь не останется место и всегда будет проход его не закрыть то есть а если он даже как-то и закроет ты можешь отменить просто эти здания и все и проехать туда и запилить все это дело то есть это как бы очень удобно вот мы сейчас кидаем первый буст в nexus да первый буст и кидаем второй буст после этого бусты не тратим пока не поставим кибернетку вот заказал первый гейт и еду и чеку и свой мэйн на наличие прокси гейтов и возможных фотонок то есть так как по практике я чекаю не только мэйна еще чуть-чуть подальше потому что люди бывают ставят два гейта и снизу я конечно смогу от этого отбиться через один гейт но это будет напряжно поэтому просто хочется хотя бы об этом знать вот еду проверяя все точки освещая у себя тут всю территорию и два пуста потратил больше не трачу то есть вот ставлю пилончик на мэйне чтобы контролировать на входе чтобы контролировать все въезды выезды возможного соперника и сейчас переведу рабов на газ три штучки сразу одного вот выйду и поставлю кибернетку вот видишь в принципе видно то что здесь нигде фотонку не воткнуть и в любом случае если что смогу отменить здание какое-либо рабов нам нужно ровно 16 на минералах 3 на газе и 1 в разведке будет ставить пилоны если что заказываем зелота заезжаем к нему ну тут предположим я что-нибудь вижу такое двухгазовая да предположим там что-то с двумя газами вот сейчас это последний раб я сейчас его строю и все как бы потом не будет вот расстроилась кибернетка и теперь все бусты пойдут в нее закажем еще сталкера и после этого добавим плюс три гейта вот я у него катаясь на мэйне и скоро по идее должен будет выходить его stalker еще раз чекнем мэйн зелотом и побежим к нему не забываем кидать тут бусты и добавляя вот как раз плюс три гейта страшный какой так все вроде здесь все чекнули и можем бежать то есть пробку оставляем где-то недалеко от его мэйна и заказываем 3 сталкера который побежит вдогонку за на за нашим зелотом и сталкером все я больше рабочих не заказываю у меня лимита нету видишь как все точно точно в тютельку в тютельку стоит делаем один пилон здесь для подвар по 1 я вот предпочитаю делать дома чтобы что-то случится и что-то не получится то не было соплая блока и можно было зелил сделать подвар и все бусты блин с бинтами в темноте путаюсь ни черта не вижу на будет свет включить и все бусты как бы кидая в кибернетку вот у меня сейчас один лишний остается в любом случае вот я как раз не успеваю и получается что по идее вот я один буст провтыкал где ты открывается на 540 то есть мы сейчас открываем гит и едем к нему ставим два пилона снизу под ним а сами делаем подвар и просто ловимся к нему этот момент нас по идее больше должно быть если он убил моего рабочего то у меня сзади есть если что-то у меня есть пилон сзади для подвар по если он так вышел уши это нагло по идее лучше всего ломиться если там конечно не миллиард центре и у тебя вообще нет никаких возможностей подняться но миллиард центре и на твоем уровне никто четко не построит чтобы их был именно миллиард и было такое количество которое нужно чтобы отбить эту вещь а так ты просто приходишь заходишь поднимаешься навязывая здесь драку поднимаешься и убиваешь как-то так я конечно в завтыкал сейчас из блин биндов спутался с одним бустом но как-то так она по идее должно выглядеть то есть эксперта насчет map хака и двойного инкома не слышал но возможно что то есть такое эксперта если он тебя не убьет до этого раньше туда можно но это такой один вариант из пяти где-то он может смотря трассы они обычно штопаются там с гейтов с бараков да не ждут варпа это как бы мы обычные люди играем вот так вот мясом они просто предпочитают что паци и все ну смотря какой эксперт на я хоть и попадется иногда тупят иногда нет нет он еще играет лада показывает сейчас подожди отойду на минутку включу свет так все я вернулся да не не всегда они как бы по-разному меня плохо слышно сейчас далеко от микрофона да нет он не вроде снизу под руком немножко присобачить если просто новые наушники купил а у них микрофон прикрепной такое окно все напарник так сказать освободился вот создам сейчас у него неплохой атвп привет привет гнк так зрители говорят вам хорошо слышно что все думают что у них кто-то что-то платит да все реально думают что мне кто-то что-то платит наверное они но я вот те к примеру хорошо слышу надеюсь они тебя тоже слышат неплохо ну ладно вот я сделал сейчас немножко по-другому я просто прибавил громкостью вообще я почему-то опять слышу рабовой с давай я тебе перезвоню сейчас сейчас да 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 отлично как слышишь да нормально вроде игра загрузилась отлично вот это вот такая карта на четырех человек не на самом деле для против терра нам нравится хотя вот ну ты как бы все видишь в любом случае мне как бы подсказывать не нужно напишу ему чтобы играл как хочет потому что смысл немножко не в этом смысл в том скорее чтобы разобрать все варианты ну да потому что там тоже свои небольшие тонкости с факторкой конкретно может построить у тебя под базой я видел такой в повторе в этого эмпирка да вот вот где-то где-то вот там вот строят на третьей базе на месте вместе 3 базы ладно отлично ставим гейт а нет здесь же снизу сейчас нету этих респанов все окей знаю конечно хотя нет он не за чизит я его знаю не сидящий так но здесь ничего нету надо было перекликать чуть чуть пораньше пробочку а то она лишнее время потерял так же подсказывать нельзя нет нельзя абсолютно нельзя иначе будет неинтересно так в общем я не знаю что там так что я в любом случае просто делаю зелота ну что я вообще не знаю что там его рыба еще не видел значит он откуда-то далеко едет либо он что-то такое гадко делает так нашли опа нашли и все разведали благодать то какая а куда отсюда бежать то ладно никуда не увижу бывает так ну собственно говоря ничего такого я у него не увидел тут сверх естественного завтыкался одним рабом так как он там как-то так прохладненько играет по крайней мере для меня ставим сами экспант ставим пилон а к нему сделаем небольшой подпуш пускай напряжется хоть чуть-чуть так а здесь уже бункер есть да хороший мальчик в любом случае нужно добавить второй газ и карта такая но здесь вообще эти недалеко на самом деле даже если мак макро респы и тогда же несколько раз и завтыков убивали то что я втыкаю с некоторыми моментами и ко мне приходят морпехи и да пропустили сивишку ну ладно что он меня здесь он меня ничего не увидит я через робот все равно однообразно играем достаточно век там ее вообще попустили просто и пошел роботикс так и вот уже немножко сейчас сделать кое что с пилонами точнее поставить пилоны в некоторых местах интересно убедил да да чтобы видеть дроп сейчас вот поставлю определенных точках как бы ей нужен третий газ но что играть мы будем в колоссов я даже если поставлю пилоны я все равно могу пропустить дроп лучше летает по разным траекториям да и надо ставить летим этим первым мапсом только мы тут облетим чуть-чуть иначе отдадимся просто так главное еще сделала подварку и надо добавить форжу поздновато делаю но у меня небольшие проблемы с ресурсами троп сервера останется где-то вот около этих камней третий третий будет где-то здесь стоять и нужен четвертый газ уже и колосса первого закажем так так видим здесь место такое хорошее добротное место что ладно ладно хорошо я отойду чуть-чуть подбустим колосса и так как у нас было мало варпали нужно сейчас добавить гейтов заказать играет на армор там не заметил то что достроилась форжа и достроилась совсем недавно так и тут медиваки есть уже ладно это вернем отправим домой это оставим здесь можем подварп закажем колоссы ну давай заказывайся куда-то по полосу бустим грейд на рейндж ну вот я вижу там медиваки как у него летят собственно говоря просто ждем немножко потом сам вон там все его добро если по всему дропать он никак не собирается поэтому просто всю армию спустим вниз чуть-чуть 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 назад так он бомбит мои камни окей в принципе согласен спасибо что разбиваешь отлично он еще и камни разбил 3 я пока у него не вижу вот тебе помог да есть немножко он пошел так рабов газ спрячем нет здесь кого служит из полезно собственно говоря стремимся сейчас убить его не девайки да и ничего у него отсюда здесь не выходит в это время настроить экспант у вас не заказан грейт на плюс один это я точно помню нужно добавлять уже вторую форжу нужно добавлять вилайт форжики я возьму в бинт да и нам слили успешно роботикс закажем пока кредит на псов и можем подварка что-нибудь такое хорошее и пожалуй даже бусты покидать почему-то я до сих пор от него не вижу экспанда от меня на самом деле настораживает достаточно сильно выровняю немножко не отправлю лучше битого дела куда на экспай у него точно до сих пор не вижу еще там уже викинги пошли они вот по ходу подоб разу радует то что у него экспант будет с этим как его еще не радует то что у него будет орбиталка у него 22 заказал 2 2 лает и профты конечно смачненький такой но не страшно закажу тогда сразу блинка чардж это это вместе и буду отбиваться за счет готового мяса кидаем густые нам нужно как минимум 11 да там такое хорошее достаточно количество зря заюзал все мы видим у тебя дружище да supply блок не вовремя абсолютно да на меню перевод с рабами точнее не на меню на натурале да сами в это время немножко сделаем по другому чем здесь у меня викинга поставил ой это зря вот это абсолютно зря это точно зря был бог мой нужно не отпускать эти всякие медиваки тут лучше конечно медиваки не отпускает пускай он их построит они викинг да а мы и викингов не отпустим кстати да бедовая разменялся конечно ну ладно так грибы выходим на четвертую сразу и сейчас наверное уже пора добавить психов при этом псих под добавлю параллельно с дарками все штормов раньше чем 18 минут один смысл строить да нет дело не во времени дело тут уже в чувстве игры то есть когда ты понимаешь что что у человека там пошло аж два старт порта и он как бы массе трекингов именно и то есть он то что их слил вот так вот конечно он их слил много да но как сказать не критично для него в данном случае то надо уже перестраиваться все-таки из колоссов все штормов плавненько и стараться выметривать все это дело а если сразу делать эти все штормы то с ними тяжело будет отбиться я сейчас нет не совсем рассматривает ситуация той же но я сейчас сделаю из все штормовиков шариков просто да еще давай передробнее здесь так и кончился мы вот развел он но он на этом слил все таки немножко лимита не совсем же бесплатно это ему вышло да и наверно стоит добавить пятую сразу . опять что ли нужно убить этот надевак чертов сейчас я сыграю без все штормовиков я сейчас сыграю по-другому немножко многовато рабов конечно в любом случае там уже есть госты но гостов должен быть немного и и что на госты это эти вот видишь сманы вот эти дороги а да собственно говоря мы наливаем его на муе да и разбираем здесь более или менее можно справляться и без этих главное апсо всех не слить постараться хотя бы а то инвизгост имеет неплохой дпс ну вообще он сам сейчас мне слился на муе как бы это просто такая это уже его ошибка а не моя так сказать не я хорошо сыграл в данном случае вон пошел мои отлики а че в чатике появились новые смайлы господа напишите что нибудь новенькое а ему надо было викинга расстроить да ему надо было сейчас строить ему надо было сейчас проще не отдаваться на а клики а то он ко мне пошел и даже атаку не прожал да а так бы разменялись хуже естественно для меня новый смайлы ну да неплохие такие так ладно в принципе ты понял как-то по поводу по поводу то есть мы приходим смотрим что у него там есть если он застрелся до конца а кстати забыл сказать момент смотри то есть если мы приходим я ты пробкой и видим то что вот знаешь они в стенку закрывается соплаем и недостроенным таким да видел такое то что они закрываются недостроены соплаем но если они в общем так делают то значит то что минералы которые они должны были потратить на ранний газ они не тратят то есть мы по идее должны думать то что газа там нет если именно ранний соплаем был поставлен чтобы закрыться и там никакой разведки не было то есть либо будет не ранний газ там а газ где-то 15 и 16 это не опасно либо там просто cc экспант барак экспант будет с этим понятно как тогда более или менее так ну а вообще с открытием ты как бы понял в данном случае то есть зелота мы строим только в том случае если он приехал с сервиской чтобы не дать поставить себе инженерку натурале но они бывают застраивают там то есть зелотом отклоняем из сервиску потом сталкер сталкер идем смотрим что у него там сами ставим экспант попутно как бы потом добавляем сантрю плюс 2 гейта от отбития пуша и потом роботикс и там уже дальше ну как говорится вышли уже в нетгейм с этим более или менее понятно да ну сам то сможешь как то вообще вот такой вот что то сделать надо практиковаться а ну знаешь как вроде как понятно когда играть начинаешь уже привыкаешь как там раньше на бум и рай надо пробовать так а с 4 вгп как потренируешь ну вот смотри 4 у меня хорошо получается я иногда тоже могу нападать если 3 пробок перевожу на минералы могу напасть пять минут 30 секунд уже одним сталкером и 6 то есть это нас ставлю у него напасть еще четыре пилона и все и потом блинку из мочи работ это я прочитал там статей в интернете это руры я понял то есть это такое как вот то есть ты убираешь рабов с газа и просто у тебя 16 рабов заезжаешь нему на мэйн заходишь зелотов и просто ставишь там кучу кулонов и делаешь двумя животами рабов остальные но это понимаешь если человек играет через два гейта то есть если ты приезжаешь нему на разведку и видишь что у него два гейта как бы из луги это встроятся юниты он как бы это отобьет все вот эту вот твою чушь так называемую то есть правильнее по идее играть вот в подобные 4 вгп которые я сейчас тебе сейчас показала лишь только вот не втыкать с последним бустом чтобы гейты открывались с 5 40 до 5 43 и то есть все будет четко то есть ты просто приходишь и сразу у тебя все как бы очень хорошо в данном случае будет и то есть ты приходишь зелотом сталкером сталкером это три юнита да у тебя будет под варку с 4 у тебя семь юнитов и ты кидаешь бусты на мэйне на гейты и сам поднимаешься к нему ломишься туда на эту рампу а под ней пилоны и то есть если он тебе даст какой-то там vision да то есть даже если он кинул там force field силовое поле если он даст я там vision то ты просто как бы подарок зелотов и все никаких проблем с этим не будет и как бы проломишь ну зерга министерами то же самое только стера нам как бы стоит учесть то что вот если он поставил бункер он же его умеет чинить естественно да и просто надо надо братья обходить этот бункер и заходить там за минералы к примеру до смысла этот бункер убивать прямо-таки нету прошел там пил пробкой и вместе с раба вместе с юнитами боевыми стал за эти минералы и там уже как бы начинаешь его убивает а то чего около его этого как говорится тусоваться а на некоторых картах может просто там как бы как сказать вот видел карту новые добавили которые последний new creek называется не и не пью ну вот она после дебрика в ладаном молпули я не знаю как она по-русски называется там как как нью-йорк похоже название такое new creek называется вот на ней к примеру вот там вот видишь вот натурал да то есть и вот под вот если тиран вышел быстрая цице вот там вот можно вот сбоку там где еще зелень снизу стоит там уже поставить пилон просто подняться пройти бункер там встать и там подварпывать все наверх снизу то есть нужно использовать из эти вот возможности протасов чтобы подварпывать снизу наверх то есть если ты к примеру взял прошел все свои армии туда через этот бункер и просто сделал подвар все наверх либо с пробкой прошел и там уже пилон в окно с этим понятно слушая в темную зону еще раз где пилоны этой карте ставится так ну давай я быстренько создам сейчас эту карту и проще так я покажу так крик вера так давайте быстренько покажу где там стоять ученик сейчас играет все и гбр да ты ведь серебряешь и играешь да так и когда мы с тобой следующий раз встретимся давай как бы это обсудим пока я тебе покажу все это дело ну к примеру после завтра ты будешь свободен приятно в такое же время да 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 и завтра и придавка после завтра да буду отлично просто у меня завтра не получится так собственно говоря вот я запишу и выложу в группу в любом случае то есть я все еще на youtube сделаю так ну ладно нужно показать где здесь делать пилон для подвар по 24 мгп это когда термо выходит в экспант быстро и сделаю нормальный уже 4 маркетушь без втыков вот один буст трачу а еще там какие стратегии есть там кроме там 4 вгп я знаю только 4 в этом 3 вгп роботикс есть куча всевозможных аллынов тебя какие интересуются для базы или звук главный вопрос как лучше идти с одной базы или звук это смотря какая карта то есть примеру есть карта где протас не поиграет с трех баз то есть типа пвз на как-то на антиге ты там не выйдешь в третью в жизнь если ты конечно не игрок уровня корейского gsl то ты как бы в третью то не выйдешь и не дадут просто это сделать потому что защищать ее нечем так сказать ух ты вот на этой карте в три паса можно выйти легко да на этой карте до более или менее легко можно выйти вот здесь вот есть вот такой вот проход ты видишь маркеры которые я кидаю на мини карту и не вижу не видишь вот проход вот видишь как сказать третье как бы описать где она находится конечно да справа от мэйна вот ним которая полуостров кома которая такая проходная достаточно база там вот в пвз можно встать вот где-то между натуралом и ей вот как раз вот между натуралом и ей а стенку поставить вот из перекрыть один проход он достаточно узкий на данном месте я конечно втыкают дико кинул один бус даже лишний того что заговорился тяжеловато это на самом деле собственно говоря опять приду позже ладно в общем место которое я хотел показать это вот это вот сакральное место сейчас я в нем поставлю как раз пилон вот то есть мы если вот так вот заходим да то есть вот где-то вот где сейчас пробка стоит там должен стоять бункер мы войсками заходим вот здесь вот по краешку проходим вот сюда и сюда мы можем подвар повать понятно с этим да да если у нас не спорит мы ставим как-нибудь так вот подальше чтобы раньше чуть-чуть хватало вот совсем вот то есть пилон будет стоять как-то не вот так вот а скорее вот так вот чуть-чуть на две клеточки подальше и вот так вот уже сделаем подвар то есть он как бы его вот просто так вот если не чек нет специально то он его не заметит и как бы главное еще в таком случае не показать кера ну то что у тебя нету экспанда то есть как-то постараться зело там это все прогнать и зарезать сталкером там отогнать но здесь парень он играет без экспанда да я сильно втыкаю со всем этим на здесь вообще всякая чушь на результате где ты поздно все поздно объема уж бывает стремлю фп и столько всяких таких ошибок мелких есть обидно ашу настройка рам отходить да здесь нет подходить на самом деле не особо но и сейчас убил уже просто сейчас вот добью и думаю на сегодня все мне еще нужно честно говоря просто в сессии поиграть чуть-чуть перед клан варом иначе я там вроде 1 играю сегодня них не хочется проигрывать честно говоря просто так обидно будет ваша прошлый раз эту команду все убил план тогда наверное на сегодня все да 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 спасибо тут все больше да давай тогда да до четверга получается там слышно у вас есть какой-то с командой там может 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 быть как-то с вами поиграть там да есть вот смотри есть моя группа да я вот сейчас я кину в чатик на sk2 tv туда я выкладываю тебя добавлю да ну там через группу как раз добавишь там ну естественно написано мой аккаунт вконтакте то есть туда я выкладываю всякие видео уроки иностранные там пишу разные полезности да пишу новости туда всякие ну именно посты касающийся starcraft а также делаю там анонсы стримов так что можно туда добавится сайт у нас hd game . нет он как бы у меня вот в плашке вставлен то зрители его видят а тебе я сейчас напишу сейчас . по-русски написался . нет вот такой вот у нас сайт так что да вроде все всем кто смотрел спасибо сегодня я сделаю вот и выложу его в группу как бы чтобы был с мы увидимся послезавтра еще как бы разберем спасибо тебе большое да думаю кстати у меня те просьба такая небольшая у тебя есть знакомый примерно твоего уровня игры с которыми если что ты как бы мог поиграть но есть туда в этом они не всегда она хорошо тогда просто поищем чтобы уже как бы я показал что-то да ты потом как бы это опробовал сделаем по-другому потому что в этот раз у меня только смог показать и честно говоря у меня вот просто нету людей с кем бы я тебя мог поставить играть у меня тут гмл по пмл мл все как можно будет это если что компьютера там бойца поставить объяснял как не там ту или иную стратегию делать да тут еще и зрители пишут то что можно будет сыграть со зрителями да но в любом случае анонс я напишу в группе когда я буду играть когда мы проведем такой следующий стрим а так пока всем спасибо